МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что происходит в регионе, расскажем прямо сейчас в студии Вадим Федосеев. Добрый день. Сегодня воздушно-десантные войска отмечают свой праздник. Солдаты и офицеры в голубых беретах справедливо считаются элитой сначала советской, а теперь и российской армии. В Архангельске голубые береты по традиции свой праздник начали с возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам. Вместе с десантниками почтить память воинов, отдавших жизнь родине, пришли и родители, чьи дети служили в десанте. Осталось до Дембеля ему две недели. Я его жду. Весь район знал, что он погиб. Но на меня как смотрели. И один прекрасный день я иду, меня женщина за грудь взяла и говорит, скоро ли Андрея привезут. Я глаза вылупила. Как? Я в два дня тому письмо получила. А потом пришел тут человек. Ну, конечно, мне все рассказал. Что он сын? Он погиб как геройский. Их было 10 человек. Все погибли. Он последний защищал их. Их и сам погиб. И таких историй много. Солдаты и офицеры ВДВ всегда считались элитой советских и российских войск. А потому первыми всегда были на передовой любых вооруженных конфликтов. Большое количество ребят-десантников не вернулись, к сожалению, с полев сражений. Но это только потому, что где война, там и воздушно-десантные войска. Самые сложные задачи доверяют нашему роду войск. Поэтому и есть безусловные жертвы. И сегодня наш святой долг почтить память тех людей, которые точно так же праздновали бы сейчас с нами День Воздушно-десантных войск. Но, к сожалению, погибли при исполнении служебных обязанностей. Праздничные мероприятия продолжались на площади Мира у Вечного Огня, где для десантников выступили парашютисты. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. К другим темам. В селе Федово Плесецкого района от удара молнии загорелась баня. Никто не пострадал. Пожар произошел в прибаннике. Прибывшие огнеборцы быстро потушили возгорание. Стоит заметить, что это уже не первый случай этим летом, когда от молнии происходит пожар. В конце июля молния стала причиной короткого замыкания. В жилом доме в деревне Усачевской Каргопольского района. Вернемся в областной центр. В порту Бакарица сегодня установили мемориальный знак. В память об архангелогородцах, героях, которые отдали свои жизни ради торжества свободы и справедливости во время Первой мировой войны. Во времена Первой мировой порту Бакарица была отведена исключительная роль. Из-за отсутствия железнодорожного моста, вооружений и боеприпаса от союзников областной центр получал через речные ворота. Но кроме светлых страниц в истории порта есть и темные. В октябре 1916-го на территории важной стратегической точки тогда еще Российской империи прогремел мощный взрыв. В результате были уничтожены суда, береговые сооружения. Более 800 рабочих, моряков, военных и портовых служащих погибли. Около 1200 были ранены. Сегодня в порту Бакарица установили памятный знак. Само по себе идея-то, это не новорожденная здесь. Оказывается, мы выполняли волю тех англогородцев, которые сразу после трагического события 26 октября 1916 года решили, что надо поставить памятник вертвам Первой мировой войны. Вот сегодня мы, собственно, эту волю исполнили. Мемориал будет еще одной исторической точкой, которая на карте города Архангельска будет иметь большое значение для молодежи, для жителей города. И в сфере патриотизма и уважения к нашим землякам мы будем приходить и отдавать память, поклоняться здесь. В знак благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины у памятного знака состоялась минута молчания и прозвучал гимн Российской Федерации. Вадим Федосеев, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Продолжаем выпуск. Село Ломоносово должно стать туристическим центром Поморья. Эту идею губернатор Игорь Орлов обсудил с местными жителями в ходе рабочей поездки в Холмогорский район. Привлекать туристов собираются разными способами. В частности, планируется создать ряд проектов и сервисов, направленных на развитие турмаршрутов. Одна из главных идей – привлекать гостей местным касторезным промыслом и даже создать специальные курсы резьбы по кости. Губернатор подчеркнул, для развития туризма необходимо активное участие местных жителей, которых региональные власти даже готовы обучать всем тонкостям предпринимательства. Проведем ряд бизнес-семинаров здесь, подучим людей, как правильно представить их идеи в виде уже законченных проектов. И будем это поддерживать всеми теми инструментами, которые есть у нас, у наших партнеров-благотворителей, возможных фондов и так далее. Мне очень хочется, чтобы за красивыми идеями, которые формулировали всегда вокруг Ломоносова, появились конкретные реализованные проекты, меняющие эту территорию в лучшую сторону. Около двух десятков пловцов стали участниками открытых соревнований по плаванию на открытой воде. Городской спорткомитет и Федерация плавания юга региона приурочили их к столетию Котласа. И любителей, и профессионалов, и взрослых, и детей ждала единая дистанция – 10 километров. Самому юному пловцу 12 лет, самому возрастному – 64. Местом встречи и старта спортсменов стала бывшая понтона переправа в Чернягах. В этом году организаторы разделили участников на 4 группы в зависимости от степени подготовки. Каждая уходила со старта с небольшим интервалом. В числе первых – дебютанты состязаний. Опытные пловцы замыкали гонку, а заодно подбадривали новичков. Молодцы! 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 Количество участников с каждым годом все увеличивается и увеличивается. К нам приехали из Княжи Погоста, это Коми СССР, Воркута, Горяжма, ну и мы – Котлас. Дистанцию в 10 километров пловцы преодолевали по течению Малой Северной Двины. Температура воды, несмотря на переменчивое лето, была комфортной – почти 20 градусов. Полноводность реки в этом году заставила организаторов несколько изменить маршрут. Обычно спортсмены проплывали между второй и третьей опорой моста. На этот раз они миновали преграду гораздо ближе к берегу. В прошлый раз была волна, а в этот раз все тихо, спокойно, с погодой повезло. Выносливость пловцов растет. В этом году до финиша дошли все без исключения. Многие из котловских спортсменов улучшили свои же результаты. Побитый рекорд прошлых лет – лучшее время – 1 час 22 минуты – показала гостя из Воркуты, мастер спорта по плаванию Елена Булохова. Она улучшила рекорд трассы на 10 минут. Все было отлично. Единственное, что меня немножко выбило из колеи – это незнание трассы. Она как бы все объяснили, но все-таки первый раз. Это сложно, если не знаешь, куда плыть, на что ориентироваться и так далее. За смелость и мастерство всех участников соревнований поощрили памятными подарками. Самых быстрых ждали медали и грамоты от организаторов заплыва. Преодоление себя – лучший способ закалки организма. 1,53, 0,7. Сегодня православные верующие отмечают Ильин день. В Ильинском храме прошла божественная литургия. Почтить память пророка собрались сотни прихожан. Святому поклоняются верующие сразу трех религий – христианство, иудейство и ислама. В славянской народной традиции Илья – повелитель грома, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Вот этот святой имел власть и имеет власть заключить небо, чтобы не шел дождь, и, наоборот, ему молятся, чтобы, наоборот, пошел дождь. Строгий святой, замечательный святой. Мы его память сегодня совершаем. Уже сегодня в эфире Архангельского телевидения смотрите очередной выпуск программы «Городская среда». В прямом эфире на вопросы моего коллеги Алексея Шемякина ответит заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Номер телефона прямого эфира – 211-385. Начало программы в 19 часов на телеканале ТВ-Центр. Информационные итоги дня подведем сегодня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин